В регионе примерно 146 тысяч исполнительных производств, кредиты, банковские выплаты, просроченные административные штрафы, долги по ЖКХ и алименты. Последние составляют около 9% от общего количества, на сумму больше миллиарда рублей. Из-за социальной значимости и потому, что деньги необходимо взыскать в пользу незащищенного слоя населения, детей, алиментам судебные приставы Ивановской области уделяют особое внимание. Руководитель управления ФССП Наталья Тяпкина рассказывает, из года в год должники стараются придумать новые способы избежать оплаты, а приставы возможности этого не допустить. В настоящее время схем у должников уже почти не осталось, поскольку раньше очень развито было увод имущественного права, еще до того, как судебное решение вступит в силу. Сейчас эти моменты очень хорошо судебная практика показывает, что эти договора и сделки признаются ничтожными, и вот имущество сейчас в принципе в большей части невозможен. Что касается розыска, мы обладаем очень широким спектром исполнительного розыска, инструментарием правовым, поэтому на всей территории Российской Федерации мы разыскиваем нашего должника и базы у нас подключены более 52, которые позволяют нам его в кратчайшие сроки найти и соответственно уведомить, а дальше привлекать либо к административной, либо к уголовной ответственности. Если дело попало к приставам, значит сторонам конфликта полюбовно договориться не удалось. Начинается большая работа, причем и со взыскателем, и с элеменщиком. Сотрудники ФССП отчитываются, работают прозрачно. На какой стадии производства всегда можно проверить через сайт службы, зарегистрировавшись в личном кабинете. Или же через МФЦ, оформив заявление, чтобы узнать ход введения исполнительного документа. Мы на своем сайте размещаем информацию о принудительном исполнении, о порядке, о сроках, о действиях судебного пристава, где также можно ознакомиться и соответственно понимать, чем занимается судебный пристав, когда работает именно категория исполнительных производств. В рамках реализации федерального закона 324 бесплатной юридической помощи мы оказываем и консультативную помощь. У нас работает по Ивановской области правомобиль. Туда в правомобиль включены ключевые ведомства, которые могут оказать помощь, в том числе и службы судебных приставов. Алименты – это всегда денежное содержание в установленном судом порядке и объеме. Так что конфетами и игрушками горе родители не отделаются. Средняя задолженность по алиментам в субъекте – 185 тысяч рублей. Алименты взыскивают из зарплаты. У тех, кто не работают, из средней по стране. Вот и копятся огромные суммы. Плюс периодически происходит индексация. Индексация предусмотрена только в изыскании алиментов в твердой денежной сумме. Соответственно, происходит пропорционально. Проживание начало минимум, изменяя соответствия, вносит пристав процессуальный документ, который направляет сторонам, взыскателю для уведомления, суд, вынесший данный документ для сведений, и должнику для исполнения. Если мы направляем на заработную плату, то мы обязываем бухгалтеру эту индексацию проводить и отчитываться судебным приставам соответствующими документами, для того, чтобы он проверил правильность удержания алиментов и начисления алиментов. Задача приставов региона – снизить показатель по алиментам, успешно завершить как можно больше производств. Для этого в ход идут не только запреты и ограничения, но и беседы. Сотрудники службы напоминают, отдавать кровные на содержание детей все равно придется. Так не лучше ли сделать это добровольно, без исполнительского сбора и угрозы уголовного преследования?